всем привет зацвела у меня вот такая красота но сначала предыстория я себе очень очень хотела фаленопсис эквестрис оранж ну просто безумно хотела нашла детку купила у меня с ним не сложилось я себе купила вторую детку с ней у меня все сложилось благо все было хорошо и потом заказе я увидела что есть но при обновлении прайса оказалось что уже нету я расстроилась сначала но потом думаю сделаю запрос мало ли вдруг пару штук осталось и мне повезло ко мне приехала две взрослые к вестрис оранж я безумно радовалась а в другом месте я заказала себе фаленопсис эквестрис red с ним у меня тоже веселая история потому что на фотографии было фото без 100 который я очень хотела но по факту зацвело далеко не то зацвела не вот такая круглая форма как должна быть у без 100 и а такого насыщенного цвета извините пальцы в кадр и пока фокус такого прям они аж бархатными смотрятся а зацвел насыщенный классической формы цветок с ярко к такой губой красивый красный вот действительно больше красного чем розового но потом мы эксперименты с орхидариумом и немножко перепутались бирки у меня сейчас есть две детки которые растут без названия я так надеюсь что одна из них это тот эквестрис red но в итоге я сделала заказ и купила себе уже два таких на всякий случай вдруг мне что-то в голову стрельнет и ждала что он зацветет вот тем цветком а в итоге вот он эквестрис red распустился и стал эквестрис orange и вот теперь у меня я вижу точно знаю что это orange на бирке у меня red бирку я конечно же буду менять мне теперь интересно 2 эквестрис red у меня как зацветет и что еще интересно второй продавец у которого я брала вот эти это тоже очень магазин возит заказы все нормально то есть это не то что там они где-то что-то подписывают переписывают мне вот интересно у того заказчика не было варианта заказать orange то есть его вообще не было в прайсе и вот может быть теперь у меня второй red тоже произойдет как orange и у меня будет 4 оранжа это конечно да но вернемся к цветку так фаленопсис эквестрис orange и вот как бы теперь так чтобы и пальцы вставить чтобы показывать и чтобы фокус не сбивался давайте так распускается он вот такой вот по-настоящему оранжевый как вот сейчас распускается бутон ведь он такой желто-оранжевый и несколько дней он реально держится таким потом он становится такого цвета как губка уже распустившегося вот этого вот такой персиковый персиково-оранжевый очень красивый цвет несколько дней держится так и в дальнейшем он становится вот таким вот нежно-розовым как вы наблюдаете сейчас давайте так пробуем повернуть к свету он еле-еле розовый как с налетом но при этом у него персиковая губа и ярко выражена оранжевая вот здесь вот на боковушечках и тут это меня очень интересует не знаю как кого носик а вот собственно где пыльники где все она белая хотя очень часто у эквестерисов она окрашены но это такие мои тонкости и callus callus у этого варианта желтый в яркий краб вообще очень симпатичный цветок и как и все эквестерисы такой как сахарный очень классная прелесть единственное очень тяжелая для фотографирования и съемки потому что я пробовала и при искусственном освещении и при дневном теряется цвет немножко уходит ну вот сейчас я вроде бы смотрю на изображение с камеры то вроде бы все норм но жизни немножко поярче но меня картинка в принципе устраивает я надеюсь что у вас цветопередача тоже будет примерно такая же у мониторов очень красивый интересный экземпляр и очень в нем интересна вот эта вот смена цвета конечно очень интересный необычный цвет для эквестерисов потому что оранжевых нету и желтыми лепестками тоже нету вот тут безумно безумно мне нравится безумно такая вот интересная штучка и еще вот перемена цвета в процессе цветения это вообще просто бомба очень достойный вариант экземпляр и у меня их теперь много но я все еще не теряю надежды что второй ряд процветет как ред и вот знаете я пересаживала их ну отдельно то есть я не могла при пересадке припутать бирки я очень-очень надеюсь что это детвора игралась и переставила бирки у меня кто-то все-таки зацветет как нужный мне ряд надежда умирает последний хотя опять таки я их расставила на полке и вот то как я их расставила так они стоят до сих пор поэтому вообще в идеале никак они не могли перепутаться я буду надеяться что все-таки где-то был мой косяк и они все-таки перепутались и у меня не будет 4 оранжа и ни одного рэда ну что ж посмотрим время покажет цветоносы растут бутоны уже надуваются так что все будет всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии делитесь с друзьями всем солнечных дней пышных цветений и пока пока